Всем привет, дорогие друзья! Уже не доктор на связи. Прошу прощения, я болел. Чего с меня взять? Поэтому меня так долго не было. Но я уже почти выздоровел, не до конца, но уже вполне достаточно для того, чтобы выйти к вам с биткоин-обзором. Сейчас переломный момент для биткоина и для многих альткоинов. Но мы сегодня именно биток рассмотрим. То, что сейчас происходит, честно говоря, я такого не ожидал. Мы с вами это проговаривали, часто проговаривали и проговаривали это еще во время майского обвала. Я говорил, что для продолжения снижения нужно ориентироваться на ключевой индикатор тенденции 20-недельное склеще среднее. Но настроения были настолько плохие, фоново, по крайней мере я так воспринимал, я так видел, как люди относятся к этому, к биткоину, что мне казалось, что сил не хватит дотянуться до этого скользящего. И как мы видим, буквально сегодня, буквально считанные часы назад, практически мы коснулись 20-недельного скользящего, который находится на уровне 43 700 с копейками долларов, там 720 долларов. Цены доходили до 43 300 с копейками. То есть буквально меньше 1% еще расстояния до 20-недельного скользящего и можно будет считать, что касание уже есть. Тут уже, конечно, важно посмотреть, как сейчас будут дальше развиваться события. Либо цены будут отклонены от него и оно отыграет себя в качестве сопротивления, на что я пока что рассчитываю. И считаю, что этот вариант наиболее вероятен на текущий момент. Либо все-таки это 20-недельное скользящий среднее будет пробито. И желательно, чтобы оно было пробито с объемами. Но это лично для меня не будет являться сигналом для входа. И я сегодня постараюсь объяснить, почему. То есть, когда именно нужно будет заходить. Так, сейчас давайте посмотрим буквально на графический анализ. Можно выделить, в принципе, то, что сейчас происходит. Некую расширяющуюся формацию, если соединить первые две вершины. И сейчас, возможно, формируется третье касание, третья вершина. Вот в рамках данного коридора. Можно считать ее как расширяющуюся формацию. И мы видим, что верхняя грань как раз сейчас совпадает с 20-недельным скользящим. И вдвоем они играют роль сопротивления. Но самое ключевое для меня все-таки это 20-недельное скользящее среднее. Давайте посмотрим, еще обратимся к уровням коррекции по Fibonacci. И посмотрим, насколько все-таки цены сейчас уже отклонены, если брать текущую нисходящую тенденцию. Я хочу, чтобы вы понимали, мы до сих пор еще по всем правилам находимся в нисходящем тренде. То есть, который именно сейчас находится в своем переломном состоянии. И давайте посмотрим на уровень коррекции по Fibonacci. И одним из самых ключевых уровней коррекции получается у нас является 38,2%. Потом 50% и уже уровень золотого кармана это 51-52 тысячи долларов. Мы видим, что сейчас мы как раз находимся на уровне 38,2%. Чуть-чуть буквально выше. Буквально на 38,2% находится на уровне 42,5 тысяч долларов. Буквально на 1% мы находимся выше. Следующим важным уровнем является 50%. Это у нас сейчас 46,5. И золотой карман это уже 61,8. Это то, где обычно забирают профит во время таких сделок на коррекции. Пробитие золотого кармана, как правило, является достаточно сильным бычьим сигналом. Впереди у нас в качестве сопротивления не только 20-недельная скользящая средняя, но еще и 200-дневная скользящая средняя тоже. Оно совсем даже недавно отыграло себя как сопротивление тоже очень сильно. Давайте мы тоже на него посмотрим. 200 дней. Вот белым мы его обозначили. Мы видим, что оно здесь играло себя как сопротивление. И сейчас он находится на уровне 44,777 долларов. Во всяком случае, здесь очень много различных сопротивлений. Впереди есть еще вот уровень достаточно сильный. Это тоже, кстати, совпадает с 50% по Fibonacci. Это 46,5 тысяч долларов. Мы видим, как он здесь играл себя как в качестве поддержки. И учитывая смену полисности уровней, сопротивление меняется на поддержку и наоборот, тоже его не нужно сбивать со счетов. Конечно, сейчас может быть множество сценариев. Почему я сейчас рассматриваю различные эти уровни сопротивления, я объясню в конце этого видео. Я бы сейчас еще хотел бы все-таки обратить внимание. Давайте посмотрим, точнее проверим, что там происходит. Происходило ранее, после таких вот обвалов. Потому что сейчас непонятно. Кто-то считает, что 65 тысяч долларов это уже максимум в данном бывшем цикле. Точнее 64 тысячи долларов. Кто-то считает, что на самом деле мы еще будем расти дальше. Я думаю, что легко мы можем дойти и до уровня 100 тысяч долларов. То есть я не отрицаю этого момента. Я в принципе даже считаю, что мы его достигнем. Но я не думаю, что так быстро. Во всяком случае, я вижу, что статистически на это меньше шансов. Давайте мы посмотрим на Биллэкс график и посмотрим на предыдущие, так сказать, исторические максимумы. Например, и когда эта коррекция, после того, как мы пробивали 20-недельное скорейшее среднее. И какая была коррекция после снижений. И вот, допустим, если мы возьмем 2014 год. Давайте возьмем уровни коррекции по Фибоначчи. Просто посмотрим, куда обычно корректируются цены. Так, мы видим, что в 2014 году все-таки 20-недельное скорейшее среднее было пробито. Но коррекция при падении остановилась как раз на уровне 38,2. Это у нас падение в 2014 году. Теперь давайте посмотрим падение в 2017 году. Тоже видим, что цены слегка пробили 20-недельное скорейшее среднее. И тоже коррекция закончилась на 38,2%. То есть то же самое, что происходит, собственно, и сейчас. Но вдобавок, если там все-таки было даже пробитие 20-недельного скорейшего, здесь, я так думаю, оно может быть даже и не будет пробито. Во всяком случае, нужно обязательно смотреть, сможет ли оно отыграть себя в качестве поддержки после пробития. Потому что здесь мы явно видим ложный пробой. Еще один ложный пробой с чередованием. Тут было, в принципе, пробитие, но пробитие сопровождалось после длительного падения, после кульминации продаж. И здесь, в принципе, на пробитие можно было заходить сразу после закрытия недельной свечи. Тут вот как бы весь антураж того времени позволял так сделать. Но если уже говорить о каких-то средних ценовых значениях, то нам важно видеть, допустим, чтобы 20-недельный скорейший средний отыграл себя в качестве поддержки, для того, чтобы мы могли заходить в лонг. То есть, как, например, здесь было пробитие, но в итоге мы не увидели после возврата цен к 20-недельному скорейшему среднему, что в итоге цены как-то оттолкнулись, и 20-недельное отыграло себя в качестве поддержки. Вот здесь уже после вот этого пробития мы увидели в нескольких местах, что 20-недельное уже отыгрывает себя в качестве поддержки. И в этих местах действительно аргументированно можно было прям очень серьезно заходить в лонг. В особенности здесь на пробитии 10 тысяч долларов. Пусть только закрепились несколькими неделями выше, и 20-недельное четко отработало себя как поддержку. Вот здесь вот в 10 тысячах была классная точка входа. И мы заходили с вами раньше, но я уже на всю котлету заходил. Еще по ценам 5 тысяч долларов, и там в районе 5-6-7 тысяч долларов. И об этом писал видео. Но если бы я не зашел тогда, то мы ориентировались на 200-недельное скорейшем среднее. Но вот если бы я тогда не зашел, то я бы заходил бы вот здесь. Это вот идеальная точка. Сценарий, при котором я сейчас зайду на какую-то солидную сумму в лонг, то есть у меня по 30-ке куплен биток. Я уже об этом много раз говорил, что по 30 тысяч долларов я купил, но я активно зарабатываю деньги, и то, что я сейчас зарабатываю, я храню в долларах. То есть я не инвестирую ни в какие криптовалюты, ни в эфириум, ни в биткоин. И жду все-таки более привлекательных цен, либо более технически правильной точки входа. Именно как инвестор. Я сейчас говорю именно про инвестиционный портфель. То есть то, что я редко совершаю какие-то сделки. И в лонг я бы заходил после пробития 20-недельного скорейшего среднего, но мне этого было бы недостаточно. Мы с вами сейчас рассматривали массу сопротивлений, которые там есть на пути. Я бы хотел увидеть, увидеть все-таки возврат цен к 20-недельному скорейшего среднего. Это рано или поздно произойдет. Я бы хотел увидеть, что цены все-таки закрепляются рядом, но выше 20-недельного скорейшего среднего. И хотел бы видеть признаки разворота тенденции. И вот это подтверждение, что 20-недельное скорейшее среднее является собой поддержку, именно такая массивная поддержка, что вот несколько недель, допустим, мы здесь тремся и не можем его пробить в сторону снижения. Вот это было бы для меня технически достаточно безопасным сигналом для входа. То есть мы видим в течение истории, насколько важно это скользящее действительно для цен. Как часто оно, в особенности, прям эталонным примером является 2015-2017 год. Ну и потом тоже мы видим, насколько это важно. Единственное, что начиная с 2019 года мы видим часто движения, которые долго обходятся без касания 20-недельного скользящего. То есть здесь какие-то есть достаточно массивные тренды образуются. И порой, возможно, такого касания придется ждать долго. Ну я уж лучше подожду, но зайду более, так сказать, безопасно. Во всяком случае, я лично пользуюсь правилами риск-менеджмента. И на текущий момент, используя эти правила, я пытаюсь зайти и открыть короткую позицию. Вот именно на текущий момент, рядом с 20-недельным скользящим средним, прямо сейчас, я агрессивно увеличиваю свои короткие позиции, потому что стоп-приказ далеко мне ставить не приходится. Потому что здесь, в принципе, максимум, куда его можно поставить, это за 46 тысяч долларов. Ну а вообще можно там за 44 тысячи с копейками поставить. Ну, во всяком случае, если опираться о цен 20-недельного скользящего среднего. Посмотрим, выбьет по стопам. Ну, такое случается при смене тенденции. И если меня выбивает по стопам, если я вижу, что цены активно пробивают 20-недельное скользящее среднее, причем с присутствием объемов, ну, в такой ситуации я тогда такой, типа, окей, давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что такой рост лично у меня сейчас доверие не вызывает. Я не вижу объемов. То есть мы, если посмотрим на недельный таймфрейм, обратите внимание, какие объемы здесь были при росте, здесь, здесь. То есть вы можете увидеть, насколько они здесь большие. На текущий момент мы видим какое-то повышение объемов за последние три недели роста. Но не сказать, что они, блин, вот реально крутые. Да, мы сейчас вышли за порог 42 тысяч долларов. Это очень важная отметка. Но я не вижу пока что таких, вы знаете, объемов, которые прям говорили, блин, черт возьми, мы действительно пробили что-то важное, что-то невероятно важное. То есть у нас имеется уровень 42 тысячи долларов. Это давайте на дневке его посмотрим. Он для нас имел очень большое значение. Ну вот, если быть точным, вот как раз давайте отметим здесь. 42 тысячи девяносто четыре доллара. Вот здесь у нас максимум, здесь у нас как поддержка он отыграл, здесь как сопротивление, здесь мы пытались к нему коснуться, буквально чуть не дошли. Но здесь диапазон сопротивления 41-42 тысячи долларов. И в принципе много раз об этом уже говорил в своих предыдущих видео. Вот, пожалуйста, мы этот диапазон сопротивления сейчас пробили. Кроме того, мы пробили потенциально нисходящую линию тенденции. Здесь, конечно, несколько субъективно все это начерчено. У меня, давайте здесь почище график. Можно ориентироваться вот так, да, и говорить уже, что это нисходящая линия тенденции пробита. Но можно как бы ее несколько иначе прочертить. Именно конкретно по верхушкам первых двух вершин. Здесь, конечно, в такой ситуации это потенциальная линия нисходящей тенденции. Но если брать эту вершину и попытаться скорректировать, то в такой ситуации мы уже пробили. Но в данном случае, конечно, соединение вершин немножко не точно. То есть если уже прям идеально ее чертить, то это будет вот так. И это будет как раз-таки где-то совпадать с уровнем 20-недельного скрещения среднего. То есть, по сути, пробитие уровня 44200 долларов с объемами. Я бы хотел видеть эти чертовые объемы. Хотел бы видеть их действительно большими, чтобы они выделились. Прямо чтобы можно было сказать, что это что-то происходит массивное. То, что происходит сейчас, у меня вызывает в некоторой степени недоверие. И с учетом этого недоверия, пока что, пока мы находимся ниже, как ни крути, я не могу открыть лонги. То есть, лонги нужно было открывать здесь. Я об этом говорил, но я не открыл их, потому что я ожидал спуска все-таки тестирования. Но здесь произошел памп Амазон. И этого возвратного хода не произошло. Собственно, я тут и не открывал лонги. Поэтому на основании этого Амазона я вообще руками развел. Такой думаю, что творится, что твою мать происходит. Меня выбило здесь несколько раз по стопам. Сейчас я думаю, что нужно еще раз пробовать заходить в короткую позицию. Но в любом случае, пользуясь правилами риск-менеджмента. Ребята, никогда не открывайте никакую сделку в режиме трейдинга, в которой вы рискуете более чем двумя процентами своего торгового капитала. Меня выбило уже три раза по стоп-приказу. Сейчас четвертый раз я зашел. Я расширил свой стоп-приказ. Это против правил. Я его расширил выше 20-недельный скрочный средний. И еще вдобавок усилил свою короткую позицию. Она у меня сейчас составляет почти полмиллиона долларов. Это уже та позиция, по которой если меня выбит по стопу, то там я уже потеряю порядка одного, может даже полутора процента своего капитала. Обычно я открываю позиции совсем с небольшим риском, пол процента, потому что как-то не очень я люблю рисковать. Но сейчас я достаточно уверенно и сильно захожу в короткую позицию. Посмотрим, если меня выбит, это будет тогда плата за такую смену тенденции. Я тогда буду просто сидеть с теми битками, которые я купил на тридцатке. Буду сидеть, наблюдать за всем этим делом. Ничего не буду делать. Вплоть до той ситуации, пока мы не оттестируем как поддержку 20-недельной скрочной средней. Ну если что-то там из ряда вон выходящей не случится, конечно. Ну вряд ли это что-то такое невменяемое произойдет, что заставило бы меня раньше времени заходить на серьезные суммы, как инвестор в биткоин. То есть не как трейдер, а именно вот зайти прям так вот на серьезный срок, ожидая там допустим подъема биткоина до 100 тысяч долларов, может быть даже до 150 и больше. Так что такое вот мое видение, друзья мои, на текущий момент. Я также открыл только что шорт по эфиру по цене 2911 долларов. Посмотрим, что из этого получится. Почему открыл шорт по эфиру? Ну здесь сильный уровень сопротивления как раз на этих 2900 долларах. Посмотрим, что из этого получится. То есть здесь в принципе картина такая, что сейчас этот уровень сопротивления пробивается в некоторой степени. Мы видим, что вот здесь диапазончик такой присутствует. 2904-2997. Диапазон сопротивления. Попытка есть пробить, но если сейчас 20-недельное исключение среднее отвергнет биткоин, если он начнет сыпаться, то я уверен, что эфир тоже посыпется в весь систем. Кроме того, по эфиру прошло обновление. И обычно после того, как обновления уже пройдены по эфиру, после этого цены начинают потихонечку стяжаться. Вот, идти на коррекцию. Посмотрим, что получится из такой вот истории. Если вы захотите заходить вместе со мной в шорт в текущем положении, нужно понимать, что это достаточно весомый риск. Обязательно пользуйтесь стоп-приказами. Обязательно открывайте такой размер короткой позиции, который даже и стоп-приказ на такой дальность размещайте, что если вас даже выбьет, вы бы не потеряли более чем 2% собственного капитала. Торгового, именно торгового, который вы отправляете на торговлю. Потому что я разделяю свой торговый счет и свой инвестиционный счет в совершенно разные для меня вещи. Так что, таким вот образом, дамы и господа, я вам всем желаю жирного профита. Надеюсь, вам мое мнение было интересным. Вы сможете взвесить благодаря нему все за и против и поступить, собственно, по-своему. Это видео не является финансовым советом. Ну и, собственно, я не финансовый советник. Во всяком случае, я бы был вам благодарен за лайк этому видео, подписку на мой канал, на колокол, чтобы не пропускать новые видосы. С завтрашнего дня я постараюсь к вам выходить ежедневно. Всем пока, жирного профита, увидимся.